А еще одна баллада. На этот раз баллада осознательности она называется. Баллада осознательности. Кстати говоря, эта песня посвящена замечательному врачу, хирургу. Это вообще Галич говорил, что это научно-фантастическая песня, подражание Даниилу Хармсу. Песня эта посвящена замечательному врачу Эдуарду Канделю. Вы помните, у Высоцкого есть маленькая песенка такая. Он был хирургом Дажанейро, специалистом по мозгам. На съезде в Рио-де-Жанейро пред ним все были мелюзганы. Всех, кому уже жить не светило, превращал он в нормальных людей, но огромное это светило, к сожалению, было евреем. Это у Высоцкого. Вот, короче говоря, у Галича эта песня тоже посвящена этому самому Эдуарду Канделю. Кстати говоря, связана с этим тоже некая история. Однажды к Галичу примчался гонец, скажем так, из Питера, от Товстанугова, которому стало известно, что в 50-летие советской власти Галича арестует. И тогда Эдуард Кандель просто его госпитализировал у себя, благо поводы для этого были вполне реальны. Вот такое. Итак, баллада о сознательности. Егор Петрович Мальцев хворает и всерьез. Уходит жизнь из пальцев, уходит из желез, из прочих членов тоже. Уходит жизнь его, и в скорости, быть может, не будет ничего. Когда наглядится вора сареоловских родных, то что же от Егора останется для них? Останется пальтишко, подушка, чтобы спать, и книжка, и сберкнижка на девять двадцать пять. И таз, и две кастрюли, и рваный подписной, просроченный в июле хитинный проездной. И все, и нет Егора, был человек, и нет. И мы об этом скоро узнаем из газет. Пьют газировку дети, и пончики едят. Ему ж при диабете все это чистый яд. Бежит Егор в постели, почти что невесом, и дышит еле-еле, и смотрит странный сон. В большом красивом саре рассудку вопряги. Лежит Егор отзади знамена и венки. И алым светом залит большой его портрет. Но сам Егор не знает, живой или нет. Он смаркивает мошек, как смаркивал живой, но он вращать не может при этом головой. И дух по залу спёртый, как в общей душевой. И он скорее мёртв, чем всё ж таки живой. Но хором над Егором Краснознамённый хором, Краснознамённым хором, Поёт «Вставай, Егор!» Вставай, Егор Петрович, Во всю свою длину. Вставай, Егор Петрович, Не подводи страну. Центральная газета Обвестила свет, Что больше диабета В стране советской нет. Пойми, что с этим кореш Нельзя озорничать. Пойми, что ты позоришь Родить мою печать. Давай, вставай, Петрович, Во всю свою длину. Вставай, Егор Петрович, Загладь свою вину. И встал товарищ Мальцев, Заслышал эту речь. И жизнь его из пальцев Не стала больше течь. Егор трусы стирает, Он койку застелил. И тает, тает, тает В крови холестерил. По площади, по трубной Идёт он, милый друг. И всё ему доступно, Что видит он вокруг. Доступно кушать, слазни И газировку пить. Лишь при советской власти Такое может быть.